Я просто хочу узнать, какие у нас нормы, что можно, что нельзя делать в городе. Вот я сейчас показал, что вот можно вроде бы танцевать. Значит, по работе, я так понял, можно водить. Я даже писать успел, можно. Поприседал, можно. Смотрите, свободы какие у нас. Свобода! Уважаемые граждане, это даже, это пошире. Гражданин имеет право выражать свое мнение. Человек, когда, допустим, кричит какие-то лозунги, он пытается закричаться и до власти, и до граждан. О проблемах, очень, таких страшных проблемах нашей страны. Это очень важно. И для граждан это очень важно. Вот именно кричать. У нас других способов нет. У нас нет выборов, у нас нет свободы СМИ. Вот постоянно третируют и вас, вот, ради свободы третируют. Поэтому мы вообще связаны по рукам и ногам, как граждане. Нам больше ничего не остается. Кричать и танцевать. И, допустим, я кричу, такие вещи-то хорошие. Россия будет свободная. Свободная, да, позитивная, такие вещи. И все, за это мне штраф 10 тысяч. Сергей, вы еще раз придете на акцию или вас испугали? Нет. Я все-таки стараюсь добиваться, чтобы 31 статья, где-то соблюдалось. Потому что у меня есть сын. Потом у меня будут внуки. Я не за себя уже, а за будущее. Я за будущее уже. Потому что если такое будущее будет, это такая актеутопия, это Оуруэлл настоящий. Я понимаю, в Москве это привычно. В Москве нет привычной. Потому что это у меня было твердое в жизни. Это просто шок. Но они знают, как воникают, как воникают делать меня человека и их утаскивают куда-то, не объясняя причины, ничего, почему это они делают. Вы понимаете? То есть они разговаривают уже изначально как с преступником, с человеком, который просто реализует свои гражданские права. Поэтому я буду заниматься с демократией. И если бы в Кирове она соблюдалась, вот что у нас будет островок демократии в России. Давайте Киров сделаем островком демократии. Демократию в Киров. Вы, законопослушные граждане, вы не совершаете преступления. Вы работаете, платите налоги, воспитываете детей. Все эти разумные, добрые, вечные, делаете хорошие какие-то вещи. И вас гнобят просто за то, что вы ходите по улице. Вот чего это привычно. И вы сейчас это видите. И все люди пускай это видят и знают. И к чему это придет. Это только начало. Знаете, просто толпа полицейских нас окружила. Они хотели нас всех забрать. Они хотели нас всех забрать. Типа, почему вы здесь добываетесь на антиституционированные митинги? И просто вот толпа стоит. Мы кучей друг за друга держимся. А они нас в кольцо берут. И просто. Я девочка вытащила. Идем, вот идем просто как бы. Или бог оттуда, или что там просто, я не знаю. Я быстро перемела. Потом после этого ко мне пришла еще одна женщина, милиционер, уже просто в форме. Не военной. Вам есть типа 18-й групп. У меня есть фотография паспорта. Это я показала. Все люди будут прицепризны. Но то, что они начали под конец всех как бы забирать. Вот народ уменьшился как бы, да. И они начали подвигаться. Это явно не просто так что-то сделано. Ну вот им. Сегодня просто им удалось запутать нас за пояс. Потому что вот народу было немного. Ну и погода, видите, тоже не располагает гуляния. Они говорят, вы что делали? А вы просто гуляли. Мы просто гуляли, мешали свежим господом. Если вы не сомсоциалировали, не сомсоциалировали, не сомсоциалировали. Просто в кавычках есть с кем-то пограждан. Я их тоже принимаю. Я их тоже принимаю. Я их тоже принимаю. У них служба. Но они присягали. Народу делали. Не счастливы, не служить народу. Вот и все. Полиция предупреждает. Мероприятия не собаковано. Мероприятия не собаковано.